Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии среды. Собственно, как и всегда, разбираем основные события, которые имели место быть на минувшей торговой сессии. Смотрим, как они отработали в динамике ключевых финансовых инструментов. Ну и говорим, безусловно, о тех отчетах, которые запланированы к выходу сегодня. Торговая сессия среды, она значит, как минимум, то, что мы наконец-таки дождались заседания Банка Канады. Собственно, в 18.00 сегодня будет представлено решение о процентной доставке. И, безусловно, друзья, для нас, для меня уж точно пара доллар-канадец. Это в последнее время самая настоящая нервотрепка. Вот динамика прошлой торговой сессии снова явно подпортила настроение, потому что мы только начали благополучно отыгрывать рост котировок нефти, только начали целиться купать доллар-канадец на отметку 1.31. Даже уже говорили о вероятной поддержке для канадца не только в формате решения о процентной ставке, но и будущего отчета по рынку труда, что должно было стать базой для движения в районе 1.30. Как пара доллар-канадец, видимо, назло, наверное, не только мне, снова стала развивать какое-то безудержное, безоткатное восходящее движение ралли, и сейчас уже на пороге теста сопротивления 1.33. В целом, друзья, ничего переломного для того, чтобы можно было бы как-то объективно оправдать что-ли, такой рост не произошло. Котировки, да, снизились от локальных максимумов, которых мы видели бренды WTI день назад, но все равно это не такое серьезное снижение, чтобы можно было вот так вот сказаться на слабости канадского доллара. Поэтому одна лишь причина, которая сейчас обсуждается, это как меняются рыночные настроения в преддверии решения о процентной ставке. Участники рынка прекрасно понимают, что сегодня канадец покажет очень серьезную динамику. Друзья, вот анализ прошлых реакций канадца на решение о процентной ставке, я посмотрел последние три-четыре заседания, позволяет нам сегодня рассчитывать на движение больше, чем на 150 пунктов. Я очень надеюсь, что канадец все-таки прислушается к моим комментариям, к моим просьбам, что ли, таким немножко с эффектом визуализации и по факту сегодняшнего решения все-таки укрепиться, потому что в противном случае пара доллар-канадец окажется выше сопротивления 1.33, и лично я, друзья, поставлю такой жирный крест на спекуляциях этим инструментом, потому что надоело уже работать с этим активом, который, в принципе, сейчас, опять же, с оглядкой на то, что происходило в последнее время, может быть, демонстрировал и правильную динамику, но для меня является большой загадкой, почему канадский доллар не отработал так, как должен был отработать прежние решения канадского регулятора о росте процентных ставок и фактически намека на то, что политика будет ужесточата и дальше. Опять же, повторюсь, сегодня я даю канадцу последний шанс, чтобы сохранить лично мой интерес к своей персоне, скажем так, если, в конце концов, сегодняшний день пройдет и мы не получим должной реакции по росту канадца, еще раз повторюсь, друзья, больше я, не то чтобы, наверное, надолго, но на какое-то время, с вашего позволения, я не буду касаться динамики канадского доллара. Давайте теперь перейдем к другим отчетам, которые сегодня у нас впереди. Начали мы с событий, которые фактически замыкают день, это решение процентной ставки, но до 18.00 по Москве у нас еще и выступление Драги в 11.30 по московскому времени. Мы, разумеется, ждем реакции европейской валюты, но думаю, что Драги вряд ли скажет что-то интересное, потому что сейчас ему рановато высказываться о тех действиях, которые будут предприниматься Европейским Центральным Банком дальше. У него будет для этого специальная пресс-конференция после решения процентных ставок буквально через пару недель. Также Драги известен тем, что предпочитает не касаться ситуации, складывающейся вокруг Италии. Нам бы хотелось послушать от лидера Европейского Центрального Банка, что он думает о бюджетных проблемах Италии и о явном ухудшении, явно обострившихся отношениях между Еврокомиссией Италии. Но вы помните его уже известный во многих кругах комментарий о том, что ситуация вокруг Италии не имеет ничего общего с монетарной политикой Европейского Центрального Банка. Поэтому на Драги я сегодня не делаю большого акцента. Если же все-таки мы получим комментарий о том, что целесообразно сохранять и удерживать политику мягкой в рамках еврозоны, возможно, это станет причиной большего давления на евро. Хотя европейская валюта и так уже с азиатской сессии активно снижается. Друзья, котировки 1.13.20, кстати. Ну, возможно, даже уже ниже. После выступления Драги в 12.30 рекомендую обратить внимание на динамику сектора услуг Англии. То есть это традиционные три отчета, которые мы обычно разбираем, когда нет причин говорить о важном, серьезном, мощном политическом риске, как Brexit. Но вот в последние месяцы мы с меньшим ацентом уделяли внимание, с меньшим интересом, что ли, относились к этой статистике. Потому что она в целом не способна повлиять на долгосрочные ожидания по британцу. Сегодня, друзья, сектор услуг, давайте посмотрим за этим показателем. Напоминаю то, что на сектор услуг приходится около 80% экономического роста Англии. И, вероятно, сегодня локально внутри дня движения по фунту будут. Но все равно конечная динамика определится уже в начале, можно сказать, следующей недели, когда документ, ну, точнее, даже проект выхода Англии из состава Европейского Союза будет обсуждаться в правительстве Англии. В принципе, можно сказать то, что знакомство с проектом, с двумя документами, это сделка и документ, который предполагает выход Англии из состава Европейского Союза, и еще, скажем, соглашение о будущих взаимоотношениях с Европейским Союзом. Эти документы уже начали рассматриваться и обсуждаться в британском кабинете министров. Решения будут, друзья, в начале следующей недели. Мы ждем вот вторника, я думаю, что дата вряд ли изменится. Поэтому, если фунт это тот актив, которым вы спекулируете, вы знаете, какая дата для вас сейчас должна быть отмечена в календаре. Эта дата судьбоносная для британца, это не проявлечение, друзья, потому что фактически после голосования в парламенте станет ясно, быть ли мягкой сделки Брэнсит, либо все-таки мы откатываем с вами назад и снова говорим только лишь о жестком сценарии со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Поэтому в ближайшие дни настроения на рынке британца, на национальном фондовом рынке будут меняться многократно. Даже по динамике пары фунт-доллар мы уже могли убедиться, в том числе и по итогам вчерашней торговой сессии, что рынок готов кидаться с головой покупки и также активно выходить, собственно, из этих покупок, разворачиваясь и открывая шарты. То есть волатильность действительно существенная за очень короткие промежутки времени. Часовая динамика фунта может сделать до 50 пунктов и все, опять же, это доказывает, насколько важной, определяющей является для фунта тема будущего соглашения и вообще тема Брэкзита. На прочий фундамент мы сейчас не обращаем внимания. Можно предпринять попытку как-то притянуть за уши влияние доллара, опять же, настроение в связи с потеплением отношений между США и Китаем. Можно также зайти на динамику фунта через общее рыночное настроение, отталкиваясь от динамики доходности американского долгового рынка. Но это все, друзья, внешние фоны, фактор, шум, который все равно не способен конкурировать с политическим фоном, касающимся Брэкзита. Поэтому эта тема остается центральной. Ну а теперь давайте чуть подробнее, в принципе, по некоторым инструментам мы уже поговорили. В ходе такого бурного начала мы начнем. Мы, детально возвращаясь к сценарию нашему с нефтянки 6107, сейчас котировки. То есть, да, мы с локальных максимумов немножко оснизились. Для рынка нефти центральной темой остается предстоящее заседание ОПЕК. То есть, уже можно сказать, друзья, даже считанные часы до этого события. Завтра оно состоится, завтра должны быть озвучены конкретные решения по договоренностям о том, насколько нефть сократят, насколько, собственно, производство нефти может просесть в рамках совместных солидарных усилий стран ОПЕК+, то есть представителей ближневосточного картеля и России. На текущий момент мы видим агрессивные распродажи, хотя, наверное, слово «агрессивный» не совсем правильный, потому что рынок нефти вот уже несколько недель в совершенно новой реальности, по волатильности живет, и мы привыкли к движению в несколько долларов за одну торговую сессию, и это, в принципе, легко. Сейчас отдадим должное. Продавцы действительно снова перехватили инициативу. Опять же, этот перехват инициатива условлен сообщениями на рынке о том, что Россия вряд ли поддержит инициативу стран ОПЕК по сокращению производства свыше 1,2 млн баррелей. Ранее, вы помните, обсуждалась цифра в 1,4. Иран, кстати, говорил о том, что если страны ОПЕК плюс хотят повлиять на то, что происходит на рынке нефти, нужно сократить добычу минимум на 1,4. В противном случае эти усилия не приведут к должному результату, не смогут спровоцировать не просто локальный всплеск интереса к нефти, но и развить восходящий тренд. И если сокращение производства будет на цифру меньшую, то рынок нефти после какого-то периода консолидации, явно непродолжительного, снова обвалится, сделает поддержку 60 долларов за барреля, окажется уже сопротивлением и будет претендовать на движение, друзья, ниже. Я эту позицию разделяю. Не только Россия дает очевидные сигналы того, что не обеими руками, опять же, за инициативу, которая предполагает сокращение производства нефти. Мы говорили с вами про Катар. Помните, там совсем официальные идеи и причины, из-за которых Катар покинул ОПЕК, не имеют ничего общего с реальной картиной. Я думаю, что реальная, как уже отмечал вчера, связана с тем, что Катар также устал быть скован обязательствами вот этих совместных действий, которые предполагают сокращение. Очень много теряют нижневосточные страны сейчас в деньгах. Когда котировки были в районе 80 долларов за баррель, потери были несущественные. И, конечно же, мы видели эти пламенные, оптимистичные комментарии о том, что сделку по сокращению производства, которая действует с конца 2016 года, можно продлить и дальше, до 2019, до 2020 года. Но сейчас, когда цены в районе 60 долларов за баррель, все уже явно призадумались. И вот очень верный выход нашли представители Катара. Вовсе, опять же, вернул свой членский билет в ОПЕК и сообщил о намерении выйти из данной организации. Друзья, можно много говорить сейчас о факторах и потенциального роста нефтянки и продажи. Мы к ним давайте вернемся, но только после того, как переживем вот это заседание ОПЕК, потому что именно решение, которое фактически будет принято, и определить дальнейшую динамику рынка нефти. Напоминаю, что мой прогноз по-прежнему актуален. Я его не пересмотрел за последний день. Я считаю, что цены на бренд легко могут добраться до 65 долларов за баррель, потому что все-таки есть еще вероятность вырасти на ожиданиях сокращения производства и есть еще вероятность дождаться просто обычной, логичной, положительной реакции на любое решение, которое предполагает сокращение производства, на любую цифру. Потом мы с вами будем разбираться, хватит этого или нет. Но первая реакция может все-таки предполагать рост цен на ней. Вот на нее мы, собственно, и рассчитываем. Мы не хотим получить новый тренд восходящий. Мы хотим просто снять еще сливки с косрочного роста, а потом уже снова открывать короткие позиции и быть абсолютно уверенными в том, что котировки окажутся ниже. Рубль 66,84. Думаю, что с открытия торгов все-таки мы увидим ИС-67. Сценарий, прогнозы и ожидания по рублю остаются прежними. Мы все ближе с вами к 2019 году, когда снова придется обсуждать вопрос санкций против России. Друзья, ни в коем случае не забывайте про это. Вообще помните об этом всегда, если торгуете рублем. Вы знаете, что последние, опять же, комментарии, которые связаны с темой такой санкционной агрессии Запада, они неутешительны. Нас постоянно, собственно, пугают тем, что эти санкции могут быть приняты и по масштабам они окажутся, собственно, более разрушительными, чем прошлые. Доллар и иена 112,99. 113, можно сказать, уровень. Ну, в принципе, сопоставим с тем уровнем, который мы видели на протяжении последних двух-трех недель. Ну, да, это ниже локального максимума, 114, но все равно несерьезные потери американской валюты. И сейчас, объясняя динамику доллара, можно, скажем, поговорить о доходности на рынке долга США, то есть американских облигаций. Я думаю, что всем известна вам тема именно плоскости, кривой доходности. Всем вам известна тема, которая сейчас все активнее обсуждается, о разнице спред доходности между краткосрочными и долгосрочными облигациями. Так вот, на текущий момент этот спред действительно оказался на минимальном уровне за последние 10 лет. То есть, складывается ситуация на текущий момент, что доходности тех же самых 10-летних бумаг снижаются быстрее, чем доходности краткосрочных облигаций. И, соответственно, кривая доходности, она постепенно выравнивается, становится более плоской. Опыт, опять же, накопленный за десятки лет указывает на то, что в случае, опять же, выравнивания доходностей двухлетних и десятилетних облигаций, были прецеденты даже, когда двухлетние облигации по доходности котировались выше, чем десятилетние, это все сигнал приближающейся рецессии. Я думаю, что пока что, конечно же, еще рано говорить о том, что штаты на пороге рецессии. Но говорить о каких-то рисках потенциального замедления экономического роста на основании вот этих вот опережающих индикаторов можно. Вероятно, именно за это и зацепились трейдеры, собственно, накануне, сделав ставку на ослабление американского доллара. Еще больше за это зацепились фондовики. Посмотрите, как показал себя в ходе вчерашнего дня американский фондовый рынок. Все три ключевые бенчмарки NASDAQ, Dow и S&P, провалились диапазон снижения от 3 до 4%. USA30, тот же самый Dow Jones, которым мы по-прежнему торгуем, снова приближается к поддержке 25 тысяч пунктов. Напоминаю, что цели мы не меняли. У нас, как и было в формате ожиданий, прежний уровень поддержки 24 тысячи, так как на этом рубеже, собственно, наша цель и находится. Долговой рынок сейчас влияет, безусловно, на то, что происходит в плане настроения, влияет на доллар, также на настроение участников рынка оказывает самое прямое влияние тема отношений между Китаем и США. Вроде бы как мы начали эту неделю с позитива, говорили о перемирии, собственно, в торговом конфликте на 90 дней, говорили о том, что эти 90 дней будут направлены на то, чтобы выйти на двухстороннее торговое соглашение и окончательно преодолеть торговое разногласие. Вчера фонд был уже несколько другим. Трамп признал, что если в течение 90 дней компромисса не удастся достигнуть, пошлины будут подняты, и фактически мы вернемся к тем же самым рискам, что и ранее. Друзья, есть еще высокий такой процент скепсиса, который ни в коем случае не нужно сейчас принижать его значимость, потому что настроение, вы уже наверняка не раз могли убедиться, меняется очень быстро. По доллару может произойти то же самое. Если бы у нас сейчас не было в формате ожиданий серьезных отчетов, мы, вероятно, тоже бы, скажем, повелись на общую динамику доходности облигаций, тем более, что мы всегда следим за этими бумагами, и признали бы то, что сейчас лучше временить с длинными позициями по доллару. Но у американца есть очень хороший повод реабилитироваться уже до конца этой недели, потому что мы с вами ждем отчет по рынку труда Non-Farm Parals. Он будет вопликован, собственно, уже в пятницу. Завтра у нас статистика EDP. В пятницу подведем итоги, точнее, мы сделаем это уже в понедельник, но в моменте пятницы вы сможете самостоятельно принять решение о том, как действовать по доллару дальше и принять, точнее, прийти к выводу, что американцу светит дальше. Потому что я настраиваюсь, друзья, на сильные цифры по ожиданиям. Именно такие отчеты мы и увидим. Соответственно, при выходе хорошей статистики, статистика поддержит идею того, что американскому регулятору, который уже три года находится в тренде последнего повышения процентных ставок, стоит повышать их и дальше. Кстати, вчера в ходе своей пресс-конференции Вильямс, один из представителей Федрезерва, с очень хорошей репутацией, можно сказать, даже лидер мнения, как и Джером Пауэлл, отметил, что ставки будут повышаться на протяжении всего 2019 года, потому что тому способствует текущее состояние экономики. Поэтому, друзья, резюмируя, я пока что не советую всецело полагаться на негатив, связанный с индикатором доходности облигаций. Есть статистика, на нее мы делаем большой акцент. Эта статистика, скорее всего, поддержит идею роста процентных ставок и на уже эту идею должны клюнуть доходности 10-летних трежерей, то есть снова показать рост. Вот такой вот сценарий, собственно, до конца этой недели. По евро-доллару 1.13.20, про европейскую валюту мы уже с вами, друзья, поговорили. Акцент по-прежнему остается в сторону снижения. Ждем в районе поддержки 1.12, фон не меняется. По фунту то же самое, 1.26.85. Сейчас котировки мы лежим ближе к нашей цели 1.25. И думаю, что эта идея точно принесет свои плоды. Американский фондовый рынок, повторяюсь, друзья, снижается. Снижается финансовый сектор из-за того, что, с одной стороны, есть опасения за замедление экономики США, из-за ситуации с долговым рынком, который сигнализирует о вероятном наступлении рецессии через какое-то время. И есть сигнал того, что Федрезерв все-таки продолжит повышать процентные ставки. Соответственно, сейчас против еще американского фондового рынка выступает и локальный энергетический сектор, потому что котировки снижаются. С другой стороны, наверное, на энергетику сейчас тоже ставку не нужно делать, потому что до конца этой недели, собственно, рынок черного золота может показать положительную динамику. По USA30 доу-джонсу цели, повторяюсь, 24 тысячи пунктов, друзья, все без изменений. Австралийцы против доллара сегодня тоже активно снижаются 0,7289. Сейчас подножку австралийцеву сделал отчет по темпам экономического роста, национальный экономического роста Австралии 0,3% в квартальном с 0,9%, в годовом 2,8% с 3,1%. Реакция последовала в моменте, тут же все вспомнили о мягкой экономической политике и о причинах, из-за которых, собственно, Резервный банк Австралии отказывается пока от повышения процентных ставок. Это закритованность, более низкие темпы роста доходов домохозяйств, нежели чем те, которые прогнозированы с Резервным банком Австралии, и проблема на рынке недвижимости. Это все, в конце концов, формирует большую такую долгосрочную базу для ослабления австралийцев по этой причине, друзья, мы сохраняем короткие позиции. И если уж окажется так, что по прошествии 90 дней, может быть, даже и раньше, станет очевидно, что торговые отношения между США и Китаем уже находятся, скажем, в том состоянии, а в котором невозможно уже повернуть их вспять в плане улучшения, то есть точка невозврата пройдена, ну тогда мы снова заговорим и о проблемах для Австралии из-за экономических трудностей, с которыми впоследствии столкнется Китай. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся мы с вами завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ. Не забывайте контролировать риски. Вы сами видите, насколько опасны сейчас финансовые рынки. Знайте, что правила риск-менеджмента – это правила, которые вы должны брать за основу каждой проводимой вами сделки. До скорых встреч. Всего доброго. До свидания.